Звезда Инстаграма. Никогда не поздно освоить новые технологии. Я уважаю новые технологии. Конечно, столкновение с ними может вызывать отчаяние или раздражение, но для меня они – настоящее чудо, как и для всей моей семьи. Мы никогда не сторонились перемен, в том числе и технологических, которые могли бы положительно повлиять на нашу работу, жизнь и планету. Технологии невероятно изменились с тех времен, когда я была ребенком. Когда мне было восемь, я помогала папе у него в офисе и набирала тексты на здоровенной и шумной печатной машинке, ленту в которой нужно было менять вручную. Машинки менялись в лучшую сторону, пока я ближе к сорока годам не обзавелась, наконец, текстовым процессором. Вот это было здорово. Набранный текст можно было править, но сохранять исправление было нельзя. Приходилось распечатывать страницы, а потом набирать их заново. Это был прототип команды «вырезать-вставить». Вырезаешь, раскладываешь кусочки бумаги по всему полу, потом собираешь их в нужном порядке, а потом набираешь то, что получилось. Мне пришлось перепечатывать свою первую диссертацию 14 раз. На получение первой моей степени магистра ушло 4 года. На получение второй – 15 месяцев, потому что к тому времени у меня появился компьютер. Интернета тогда все еще не было, примерно до тех пор, пока я не переехала в Сан-Франциско. В то время мои сыновья занимались самыми передовыми технологиями. Когда они запускали Zip2, то часто просили меня протестировать программные обновления до их официального запуска. Если я не понимала, что к чему, они меняли настройки так, чтобы разобраться мог каждый. Однажды на заре их проекта, когда они только что строили свою интернет-компанию, я распечатала в их программе нужный мне маршрут. Проехав в одну сторону, я не смогла вернуться, потому что не понимала, как построить путь обратно по улицам с односторонним движением. Нужны были обратные направления, и они их добавили. Когда мне нужно было продвинуть свой бизнес в сфере нутрициологии, я договорилась с ними о бартере, прочитала их сотрудникам лекцию о здоровом питании, а они сделали мне веб-сайт. Он состоял из четырех страниц. Думаю, я была первым диетологом с собственным веб-сайтом. Он очень пригодился для рекламы, долгожданное новшество вместо возни с печатными материалами. Брошюры, которые я раньше использовала, быстро устаревали, поскольку информация постоянно менялась. Теперь же я могла просто отсылать людей на свой веб-сайт, и все, что они там видели, отвечала последним данным. С конца 90-х я продвигала свой бизнес с помощью веб-сайта. Благодаря ему меня много раз приглашали читать лекции, выступать экспертом в прессе и делать доклады. К 2010 году я запустила веб-сайт с модельным портфолио, демонстрирующим мои работы за пять последних десятилетий. Социальные сети очень помогают мне в работе. Я использую твиттер, чтобы делиться данными исследований в сфере нутрициологии и другими новостями. Эта площадка приносит мне приглашение на интервью и лекции на тему здоровья, о котором я обожаю рассказывать. Здесь также удобно получать обратную связь. Когда я выкладываю данные исследований в твиттер, пользователи быстро реагируют и пишут, что им нравится или не нравится, что они хотят знать, а что нет. Так я могу понимать, что интересно людям. По-моему, это просто здорово. В инстаграм я выкладывала свои фотографии из журналов. Женщина с сединой в необычном образе. Но однажды решила отправиться вместе с Джулией в Париж за свой счет. Я вознамерилась сделать инвестицию в себя. Нам всем стоит так делать время от времени. В это время шла неделя моды в Париже, и мы собрали несколько ансамблей в уличном стиле для дамы 67 лет. И хотя в тот раз меня не позвали участвовать в самых модных показах, я разгуливала во всевозможных нарядах по улицам Парижа и каждую минуту превращала в повод снять красивую картинку. На мне были вещи от подающих надежды дизайнеров, и я договорилась о съемке с французским стрит-стайл-фотографом, с которым познакомилась через инстаграм. Эта инвестиция окупилась. Она открыла мне путь к главным подиумам мира, работе с кого-гелл и много чему еще. Даже спустя несколько лет я иногда бываю на съемках, где те фотографии используют для вдохновения. В любом случае, даже если бы эта идея и не сработала, я все равно отлично провела время, снималась для инстаграм, наряжалась и веселилась с новыми и старыми друзьями. Благодаря социальным сетям я получила контракт в IMG Models, стала старейшей моделью Кавы Гелл и теперь избавлена от необходимости ходить по модельным кастингам. Социальные сети соединили меня с миром высокой моды. Один дизайнер увидел мои фотографии в фейсбук и прислал мне приглашение на премьеру своего фильма в Лос-Анджелесе. Я взяла с собой подругу, мы не знали там никого. Когда я выложила фото с премьеры, этот дизайнер предложил мне поучаствовать в его показе. До этого я ни разу не принимала участие в неделе моды в Нью-Йорке. В 67 я впервые прошла по подиуму на кутюрном шоу. Я была одета в красивое бело-серебристое платье и, несмотря на седину, выглядела как невеста. Мои друзья, пришедшие на показ, рассказали, что зрители восклицали и аплодировали во время моего выхода. Они изумились и обрадовались, увидев модель в возрасте. В финале дизайнер попросил меня и еще одну модель пройтись по подиуму вместе с ним. Я почувствовала себя особенной. Убедившись в силе Facebook и Instagram, я написала в социальных сетях, что еду в Нью-Йорк. Многие фотографы со мной списались и предложили поснимать меня для тестов. Я всем ответила согласием. Невозможно угадать, какие из фотографий выйдут хорошо, но почему бы и не попробовать. В итоге я получила и ужасные фотографии, и несколько очень удачных, которые можно было выложить, и новые запросы на съемки. Многие говорят, что технологии разделяют людей или делают нас одинокими, но я так не думаю. Технологии помогают мне общаться с новыми знакомыми, старыми друзьями и потенциальными клиентами. Мне пишут приятели, которые узнали, что я в их городе, и мы моментально договариваемся о встрече. Это же невероятно, что можно поговорить с родными и друзьями из любой точки света и даже увидеть их лица. Просто с ума сойти, будто волшебство. Я могу звонить своей близняшке по фейстайм каждый вечер. Мои внуки в Калифорнии с удовольствием играют по сети со своими кузенами из Нью-Йорка или Колорадо. И это отличный способ для них оставаться на связи. Подумать только, сколько недопониманий случалось из-за необходимости отправлять телеграммы, звонить на стационарные телефоны или писать письма, приходившие только через шесть недель. Современные технологии – это круто. С технологиями бывает сложно, это правда. Каждая новая программа – это боль. Каждое обновление вгоняет в ступор. Вы делаете что-то не то. Когда в Инстаграм что-то обновилось, у меня на странице внезапно оказались три видео. Я думала, что они не опубликовались. И я была вынуждена удалять их все посреди ночи. Иногда это бесит. Приходится искать решение этих проблем в интернете. На это уходят время и нервы. Но все это не значит, что я слишком для этого стара. Возможно, я буду как мама, которая начала рисовать на компьютере в 94 года, потому что с живописью ее трясущиеся руки уже не справлялись. Возраст здесь ни при чем. Забавно, но интернет-диетологи из Нью-Йоркского, Колумбийского и других университетов, которые проходили у меня факультативы, сочли меня по сравнению с самими собой, куда более продвинутой в технологическом плане. Технологии открывают нам массу возможностей для бизнеса, для здорового образа жизни или просто для непринужденного общения. Никогда не поздно освоить новое. Субтитры создавал DimaTorzok